26 сентября вышла передача у Прокопенко, кто знает Прокопенко, шокирующие гипотезы. Он делает такую программу о различных вещах. Сейчас он делает и о войне с Украиной, на Украине, и различные вещи, и о НЛО. Ну все, короче, у него очень много таких скандальных передач. Он ведущий Прокопенко, очень известный человек на РТФО, передача РТФО. Можно сказать так, ну мило можно сказать так, как бы взял мои пять видео для своей передачи. Ну не только мои, еще пару блогеров. Сказать честно, я была шокирована. Я узнала это случайно, потому что я к нему уже не захожу, не просматриваю его уже передачи. Раньше как-то смотрела, это было много лет назад, сейчас мне это интересует, да у меня даже на это времени нет, сказать вам честно. Я смотрю пару немецких блокеров, пару украинских блокеров, которые действительно борются за будущее Украины. Вот, смотрю некоторые русскоговорящих блокеров из Германии. Вот, а остального у меня даже нет времени, чтобы смотреть такие, ну, видео. Действительно нету. И я вам хочу сказать, об этом я узнала, что мои пять видео были взяты для его программы через моих подписчиков. Они мне написали, о, Эрика, ты такая стала известная, тебе даже Прокопенко взял твои видео для своей передачи. Сейчас хочу немножко объяснить ситуацию. Ситуация не очень приятная для меня, как блокер. Готовы ли Европа подвинуться? Уже в декабре некоторым прислали письмо выезжать в срочном порядке из квартир. А че поподвинуться? Уже в декабре некоторым прислали письмо выезжать в срочном порядке из квартир. Наживаться. У нас в Берлинском одном районе, вот в таком доме, где жили эти старики, не хотели идти в дом престарелых, уже в декабре некоторым прислали письмо выезжать в срочном порядке из квартир. Многим прислали в январе. Старики, которые всю жизнь посетили, а у нас работают многие, чтобы вы знали, 47 лет нужно наработать, чтобы получить более-менее нормальную пенсию. 47 трудовых лет. Эрика живет в Германии уже 38 лет. Она одна из первых русскоязычных неон в Германии, видела снос Берлинской стены и смену пяти канцлеров. Сегодня женщины в шоке от происходящего. Старики, которые всю жизнь платили налоги, бешеные налоги, потому что надо как-то обеспечивать новых беженцев, нужно как-то иметь престиж богатой страны за счет людей, которые работают. Надо платить пособия людям, которые не хотят работать, которые рвутся бешенцы в эту страну. Я читаю практически все комментарии. Я знаю, что многие блокеры этого не делают, хотя у меня некоторые видео имеют и по тысячу комментариев было такое, некоторые по сто, по двести. Это тоже очень тяжело. На это время я всегда, ну, очень, очень, как говорится, с уважением отношусь к своим подписчикам. Вот. Негативно я игнорирую, иногда отвечаю редко, иногда оставляю, иногда блокирую в бан, потому что иногда просто оскорбление, этого я не позволяю делать со мной. Вот. И причем неосновательные оскорбления люди, которые совершенно не имеют понятия ни о политике, ни о жизни в Европе и так далее и тому подобное. И обо мне лично. Есть люди, которые такое пишут, что, ну, просто, не знаю, меня, вы где-то работали. Да посмотри сначала мои видео, хоть пару, и тогда узнаешь, где ты работаешь. Да даже если взять, если бы даже я сейчас еще дополнительно не работала, сейчас временно я опять не работала, что я взяла отпуск, долгий отпуск. Я договорилась со своей фирмой, когда приеду, буду продолжать в декабре. Даже если бы я не работала. Во-первых, у меня уже есть инвалидная пенсия. Второе, у меня есть доходы еще от других. Я не буду все говорить доходы, я, это личные мои дела. Вот. Плюс я очень много работаю уже практически год на моем канале. Это работа. Это не только хобби. Люди, поверьте мне, попробуйте сделать. Я часто говорю, люди, которые это не понимают, сядьте и сделайте хоть одно видео. Хотя бы наберите действительно, ну, хотя бы 50 человек. Наберите. Это очень тяжело. Многие начинающие блогеры даже мне пишут иногда. Эрика, ой, как тяжело, как набрать и так далее. Это годами делают люди иногда. Есть люди, которые счастье, а есть, которые годами. Так вот, я ухожу от темы. Недавно буквально мне пишут, слава богу, что у меня хорошее отношение с моими подписчиками. Я читаю комментарии. Эрика, ой, какая же ты крутая, такая известная. Тебя на таких передачах показывают. Я была в шоке. Я была просто в шоке. Передача за 26-й. Кому интересно. Отрывок я выставлю. Кстати, сейчас я вам еще расскажу. Если я возьму отрывы от своих же видео из этой передачи, от Прокопенко, мне не будут монетаризировать мое видео или даже могут заблокировать. Значит, а они, его команда, могут свободно взять, зная, что я сейчас ничего не могу сделать против, потому что, вы сами понимаете, при уважении к России все равно оставаться, как говорится, при уважении к России я очень-очень недовольна на то, что произошло. Так это не делается. Если вам нужно видео взять у какого-то блокера, договариваться об этом, я уже не говорю о том, что даже за рекламу каждый блокер пишет «плати мне такие деньги». Это работа. Они работают на этом. Люди, вы понимаете, это работа, это труд. Тем более те видео они взяли, которые набрало, одно из видео 780 тысяч просмотров, другое 180 тысяч просмотров, другое 35 тысяч просмотров. Это большие цифры, вы понимаете? И можно было все договориться. Ладно, если они не заплатили бы мне деньги за то, что они взяли. Хотя не им ли это говорить? Люди, Прокопенко и его команда, эта программа зарабатывает базнословные бабки, но не за счет же блокеров. Как же так? Хотя бы мило спросить, если сейчас они знают, конечно, что сейчас не так легко, я не так могу много чего против сделать. Это правовое дело, это настоящее. Я считаю, что это воровство. Понимаете? У меня как-то украли видео. Я ничьяно тоже увидела. Кстати, украли человек, который начинающий блокер, который... Я увидела мое видео и тут же, конечно, сообщила Ютубу. Они тут же заблокировали. Кстати, его тоже заблокировали. Если я сейчас буду вот вам кусочек вставлять, что они выставили, мои все короткие отрывки из моих видео, выставлять в этом видео, которое сейчас я вам монтирую, то есть снимаю и монтирую, меня еще могут заблокировать. На мои же видео. Ну, извините, это очень нормально. И ведь Прокопенко и его передача могли бы РТФО мне написать и спросить, фрау Клаус, можно взять у вас эти видео? Мы сделаем хотя бы вам... Ладно, даже я уже говорю, хотя почему нет? Почему мне не заплатить за это деньги? Ведь они же-то зарабатывают деньги. Почему я, когда остаюсь ничем? За счет нас, блокеров. Я имею право. Так почему же вы хотя бы не спросили, культурно обратились ко мне, можно ли взять ваше видео, хотя бы, ну, сказать, мы сделаем вам рекламу. Мы напишем. Они написали потом блокер Эрика, но они не написали ссылку, они не написали, что там блокер Эрика, кто меня найдет так просто среди всех этих блокеров. Просто блокер Эрика. Почему не сделать было хотя бы ссылку? Это же по-честному, это по-человеческому. Это называется работа блокеров вместе с журналистами. Но не так. А если бы я мне написала, я нашла, и я сказала, напишите хотя бы блокер. Они даже не написали, что блокер Эрика Клаус из Берлина со ссылкой. Мало того, что я уже не говорю опять о деньгах. Это неправильно, и это плагиатство, я считаю. Я им сказала, давайте вместе сотрудничать, если вы берете мои видео. Я этого была поражена в шоке, честно говоря, при моем всему уважении к России так делать не должно. Конечно, в каждой стране есть и сволочи, и хамы, и обманщики, и плагиаты. В каждой стране. Но я этого не ожидала от этой передачи. Сказали, было несколько лет назад. У нас была дата такая очень большая. Ее праздновали в Германии. Это 30 лет падения стены, берлинской стены, между Востоком и Западом. И это официально, действительно так есть, такое не придумаешь. И меня через Фейсбук нашел один мужчина, который работает для Малахова, и пригласил на передачу, и сказал, что мы случайно увидели ваше видео, видим, что вы очень давно живете в Германии. И у вас есть старое видео, у меня есть одно, где я рассказывала, что я видела и падение стены, и все такое. Таких не так много людей тем более, которые находились в данный момент, русскоязычных, в Берлине, при падении стены. Все это было на моих глазах. И меня хотели пригласить на передачу у Малахова по этой теме. Мне сразу предложили деньги, проживание, отель. Я сказал, я поеду только с мужем. Мне сказали, да, можете. Потом, к сожалению, дата была такая, что у меня тоже перед этим, как я уже даже подтверждение посылала, переписку через мейл. Мне предлагали роли в одной из серий в Германии, в Баббельсберге. Это было как раз 15 или 16 сентября съемки. Я отказалась, потому что мы уже в августе уехали с мужем на Северный Кипр, к сожалению. Потому что они, во-первых, знали, что я уже снималась. Во-вторых, им понравился мой тип. Я какой-то роли, я даже не спрашиваю, потому что не было смысла. Я согласилась, что мне сказали, ах, 16 сентября. К сожалению, нет. Точно так же было в том случае. Мы ехали, кажется, ах, я даже помню, куда мы ехали с мужем. Ездили в Сан-Сибар, в Канзанию. И у нас были уже билеты, все такое. Я очень тоже переживала, потому что его, вот это именно его команда сказала, ты не переживай, даже мы можем помочь тебе раскрутке канала. Хотя тогда канал был у меня еще не такой большой. Аудитория была намного меньше. И они мне сказали, мы поможем тебе. Вот это я понимаю. Люди честно, что бы ни говорили на Малахова, но, по крайней мере, они честно и дипломатически, с дипломатией относятся к людям, которых приглашают. Там, может быть, много чего на него говорят, не знаю, но у меня были очень хороший опыт с ним. Никакого плохого опыта нет было. Но Прокопенко, ну, может быть, он даже не знал об этом. Но его команда для меня это вот так. Извините, так делать нельзя. Я бы и без денег бы вам дала бы. Хотя, опять повторяю, а почему нет? Вы зарабатываете, а я нет. Но, по крайней мере, я бы договорилась с вами просто, чтобы вы сделали мне рекламу. Это некрасиво. И мне сейчас придется для того, чтобы я сделала это видео, из вашего видео взять и показать моим подписчикам. Я обращаюсь к команде Прокопенко. Это видео называется, кстати, что вы знали, 26 сентября называется «Что желает уважаемый свин?» Всего доброго, ребятки. Пока, мои хорошие. Здоровья, счастья. И чтобы у вас не было, чтобы вас не обманывали и не пользовали. Самое ужасное в жизни – пользоваться других. Тем более, люди, которые имеют еще и бабло, они пользуют рабочих лошадок. И это, считаю, некрасиво. Никогда не пользую других. Если мне нужен какой-то материал, я всегда спрашиваю блогера, или я бы выставила ссылку на его канал, если я что-то взяла бы у него, даже у немецкий, и перевела. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok